Девушки отдыхают Это одна сотая, это единица, это десять. Это в процентах. А что это такое? Это написано diversity. А что такое diversity? Это ты берешь из популяции два случайных генотипа, сравниваешь и смотришь, какая доля нуклеотидных сайтов занята разными нуклеотидами. И если у тебя доля нуклеотидных сайтов, занятых разными нуклеотидами, один процент, то ты говоришь, что даешься тебе один процент. Такая глубокая мысль. Какая? Ну, я все-таки буду все время путаться русский и английский, потому что у меня картинки английские, а текст русский, а в конце и текст уже английский. В общем, все ужасно. Значит, как будет для вас это разнообразие? Вот, да. Ну, конечно, это разнообразие зависит от того, на какие сайты мы смотрим. Вот вопрос первый. А в сайтах каких типов будет больше разнообразия? В важных или неважных? В неважных. Это замечательно. Вот сейчас это уже стало частью общей культуры. Хотя, там, 50 лет назад любой нормальный эволюционист сказал бы, ну, неважные сайты, они никому не нужны, и поэтому зачем там разнообразие? А вот в важных сайтах должно быть разнообразие. Все оказалось точно наоборот. Вот, неважные сайты никому не нужны, и поэтому там можно лепить обо что. А важные сайты, там отбор следит, чтобы разнообразие было только там, где оно реально нужно. А нужно оно редко. Совершенно верно. Поэтому, вот эта вот цифра здесь приведенная, это разнообразие в неважных сайтах. Проблема в том, что на сайте не написано, важный он или неважный, и приходится изворачиваться. Ну, обычно смотрят четырехкратно выраженные синемические сайты. Я в этой ученой аудитории не должен объяснять, что такое четырехкратно выраженные синемические сайты, да? Или должен? Должен или не должен? Да, должен. О! Синемические сайты, от которых синемические. То есть, если в нем происходит, но это все в белоккодирующих участках, значит, если в сайте происходит нуклеотидная замена и не приводит к аминокислотной замене, этот сайт называется синемическим. Такое может быть из-за своих генетического кода. А что такое генетический код, я не должен объяснять. Вот. Но бывают сайты двукратно выраженные, там даже бывают извращенные... Да, бывают сайты совсем не синемические. То есть, любая замена приводит к замене аминокислоты. Но если сайт синемический, то бывает, что только два нуклеотида из четырех возможных дают данную аминокислоту. Такие сайты называются двукратно выраженные. А бывают сайты четырехкратно выраженные, которые, чтобы там не стояло, а аминокислота будет одноэтажная. Ну вот глицин. Г-г в кодоне, а третий может быть что угодно. Вот, значит, третий сайт в глициновом кодоне будет четырехкратно выраженный. Вот. На самом деле это не совсем правда, потому что даже четырехкратно выраженные синемические сайты не являются полностью нейтральными. Есть слабый отбор, мы не вполне понимаем его породу, но организму не полностью все равно. У него А стоит или Г в таком сайте, даже если, несмотря на то, что на его белок это никак не влияет. Но будем грубо считать такие сайты селективно-нейтральными. И, значит, вот смотрим, таким образом эта картинка дает нам нуклеотидное разнообразие в селективно-нейтральных сайтах у людей. Поскольку мы с вами диплоиды, что такое диплоиды, не нужно объяснять. То можно думать даже не о разных людях, а о самом себе. У вас есть манкингенотип и папкинг. Вот если их выровнять и смотреть на четырехкратно выровенные сайты, то в какой доле сайтов ваш манкинг и папкингенотипы несут разные нуклеотиды? Если у вас очень хорошее зрение, то вы можете увидеть Homo sapiens вот здесь вот. Это список видов. А если у вас зрение похуже, то вам придется вспоминать. Никто не нашел Homo sapiens на картинке? Нашли? Да, вот сидит Homo sapiens. А одна десятая процента. То есть, значит, два случайно выбранных нуклеотидных сайта у человека нейтральных заняты разными нуклеотидами всего лишь в одном случае из тысячи примерно. Человек вид генетически очень малоизменчивый. Причем эта генетическая изменчивость, в общем, ее географическая компонента мала. То есть, если у вас мама и папа происходят из одной и той же вологодской деревни, один случай, а второй случай, что ваш папа китаец, а мама негритянка, то в обоих этих случаях доля сайтов, занятых разными нуклеотидами, практически одинаковая. Ну, если китаец негритянка, то тогда немножко больше. Но там 90 процентов, не 90, а 85, кажется, процентов такой нейтральной изменчивости может быть найдено, так сказать, в любой деревне, что в Вологде, что в Нигерии. Вот. Значит, а это вот самая недавняя из опубликованных компиляция по видам. Самые мономорфные виды – это рысь и рысомаха. Рысь еще в 10 раз менее вариабельна, чем человек, всего лишь 0,01%. Так что, если бы были рыси, то у вас только один сайт из 10 тысячи, четырехкратный синеймический, был бы занят разными нуклеотидами. Вот. А самый полиморфный вид из того, что попало в эту компиляцию, это морская асцидия сиона-совини, у которой аж почти 10%. Ну, это логарифмическая шкала, а реально 7. Вот. Для сравнения, а если мы сравниваем человека и шимпанзе, то сколько будет отличия? Меньше. 1,3%. Если человек орангутанга, то примерно 3. Так что, в нейтральных позициях два генотипа вот этой самой сиона-совини отличаются друг от друга больше, в 3 раза больше, чем генотип человека и генотип шимпанзе. Конечно, это неверно для важных позиций, потому что две сиона-совини, они очень похожи, а человек к шимпанзе, по некоторым сведениям, не очень похожи, хотя не все с этим согласны. Вот. Но, тем не менее, значит, такая картина. Вот. А вот эту вот замечательную тварь я здесь изобразил при помощи копипаста, копипаста, потому что она бьет сиона-совини, просто она не попала в этот обзор. У нее 14%. В русской популяции 10%, а в американской 14%. То есть, когда мы сравниваем два генотипа этого гриба, который по-русски называют щели-листник, а по-латыни шизофилом коммуне, значит, у него два генотипа отличаются в одном четырехкратном синемическом сайте из семи. Это на сегодняшний день рекорд мира Европы Олимпийских игр по нуклеотидному разнообразию. Но этого никто не знает, это секретная информация, это моя лаборатория, его изучает. Если вы хотите, о, у меня есть этот гриб, хотите на него посмотреть, на живого? Он у меня живет в сумке. Вы знаете, ну никто его не ел никогда, он, значит, вот если вы пойдете к корпусу А, вообще, смотрите, тут какие-то жуки едят всякие старые деревья, и если вы увидите такой обглоданный ствол, то с большой вероятностью на нем это дело растет. Там в радиусе полкилометра от биофака минимум 20 будет стволов, на котором растет этот шизофилом. Он вроде как мелких трутовичков, но у трутовичка снизу порвые, а у него вот такие вот пластинки. И поэтому он называется щели-листник. Сейчас я вчера шел и их нашел. Вот, кто хочет, смотрите, значит, это рекордсмен всего, чего известно на свете. Ну и пустите его дальше. Есть все-таки не надо. Значит, это рекордсмен, ой, виноват, всего на свете по генетической изменчивости. Вот, на самом деле, к сожалению, пока мы его тщательно анализируем, конкуренты появились, и вид ценорабдитис, господи, дай бог памяти, баринерия, у него почти столько же, тоже 13%. Значит, вот, если от рысия и до щели-листника, то получается разница на три порядка. От 10-4 до 10-1, больше, на 3,5 порядка разница по уровню генетической изменчивости нейтральной популяции. Ну и, при том, что большая часть, видите, она торчит внутри одного порядка, от 10-3 до 10-2. Человек минус 3, где-то здесь будет дрозофил и меланогастр, и вот она, у нее 10-2. Так что там 90% по крайней мере и у коротного разнообразия сидит внутри одного порядка величины, но всего разброс 3,5 порядка. И очень интересно, почему. Значит, вот это такой пример того, что такое изучение микроэволюции на уровне генотипов. Ну и, как вы понимаете, немало всякой биоинформатики было использовано, когда такого рода данные получались. В основном примитивной биоинформатики. Тут надо просто построить выравнивание и, значит, обсчитать четырехкратные сайты. Но это, так сказать, легче сказать, чем сделать, потому что... Ну, сейчас мы поговорим, значит, о технических проблемах, которые здесь возникают. Хорошо. Значит, теперь более систематический план, о чем мы будем говорить. Значит, поскольку речь идет о биоинформатике в изучении микроэволюции, первый вопрос будет, что такое микроэволюция. Поскольку микроэволюция – это эволюция на уровне популяций, дальше мы обсудим, что такое популяции, потом мы обсудим, как популяцию характеризовать, а потом такие очень полезные понятия, прямая и обратная задача в изучении микроэволюции. Значит, что такое биоинформатика изучать, рассказывать не буду. Значит, соответственно, биоинформатика в основном применяется к изучению обратной задачи. Дальше чуть-чуть про генетическую изменчивость в историческом аспекте. И дальше вот про эти факторы, про эти характеристики популяции. Мутация, отбор, дрейф, способ размножения структуры. Как можно изучать мутационный процесс, дрейф, про отбор, про размножение и про структуру. Вот такой обзор, значит, с неизбежностью будет очень поверхностным, поскольку это тема большого курса, если кому охота, но некое общее представление, я надеюсь, мы получим. Хорошо, ну вот давайте по этому плану. Значит, что такое микроэволюция? Это вопрос не такой простой, потому что вообще эволюционная биология, часто в учебниках начинают изучать эволюцию с микроэволюции. Я особенно ненавижу, когда начинают закон о Харде-Вайнберге, потому что эволюция – это не о том, что там, как это, по квадрату, по квадрату, по квадрату, по квадрату. Эволюция – это превращение обезьяны в человека, или там, еще лучше, там, гинозавру и птичку. В общем, что-нибудь такое глобальное, медленное и обалденное. И это называется макроэволюция. И если бы эволюция происходила по ламарку, то ничего бы, кроме макроэволюции, больше не было. Потому что как происходит эволюция по ламарку? Вот есть у тебя, это пространство генотипов у меня нарисовано, вот у меня какой-то генотип, здесь плохо, а здесь хорошо, в смысле способности жить и размножаться, которую мы называем словом фитнес-приспособленность. И, ну вот, классическая ламарковская идея, там, жираф там тянется, ему, значит, плохо. Он же хочет, чтобы детям было лучше. И какой жираф не хочет, чтобы детям было лучше? И он, значит, соответственно, своим детям делает более длинные шеи. И, значит, у жирафа вырастает шея. И это отличная, замечательная мысль. Единственная проблема, что так не бывает. Никогда или почти никогда. А бывает так, что все то же самое, но жирафу, во-первых, плевать глубоко на его потомство, потому что он тупой. А, во-вторых, даже если бы он был умный, как мы с вами, вы все равно не можете никакими силами даже свой генотип поменять, не говоря уже о том, чтобы повлиять на генотип вашего потомства. Поэтому вы фигачите, как получится, а дальше действует естественный отбор. И если генотип потомка изменился в худшую сторону, значит, то потомок это помрет. Или там в современном обществе будет безработным, ему все будут рассказывать, как ему хорошо. А, значит, если в лучшую сторону, он там станет директором, чего там, Газпрома, и у него будет сто пятьсот детей. Вот, значит, так устроена Дарвиновская революция, и ключевое слово здесь – естественный отбор. А естественный отбор бывает, когда разные конкурируют, потому что если у тебя есть в данный момент присутствие всего лишь один организм, какой-то эволюционирующей линии, это никакого отбора не будет. Это, по этой причине, не может существовать Лох-Невского чудовища. Потому что я могу себе представить, что шотландцы настолько тупые, что они одно чудовище в озере не заметят. Но чтобы популяция могла существовать там на больших временах и подвергаться отбору этих чудовищ, должно быть хотя бы 10 тысяч. А даже, так сказать, ну, в общем, не может там сидеть 10 тысяч незамеченных тут чудовищ. Там 10 тысяч снежных людей не может быть незамеченных на Кавказе и так далее. Поэтому все эти истории – это вранье. А нам нужно рассматривать популяции. Значит, нам нужно рассматривать какие-то совокупности похожих организмов. Похожих, потому что если они не похожи, там никого отбора не будет. Там в огороде Бузина, в Киеве дядька, там на дубу сидит ворона, и, так сказать, с зайцем, который под этим дубом бегает, она взаимодействует только непрямым образом. Значит, похожие организмы, которые друг с другом конкурируют, и, значит, в совокупностях которых организмов действует естественный отбор. Вот. И то, что приходит… И, значит, такая совокупность называется популяцией. И то, что происходит на уровне… Эволюция на уровне внутрипопуляционной изменчивости – это микроэволюция. Значит, опять-таки, если бы все происходило по простому поламарку, то микроэволюция вообще бы, так сказать, она не была бы существенной. А поскольку эволюция происходит по Дарвину, и двигателем ее является действующей в популяциях отбор, то микроэволюция – это вещь чрезвычайно важная. Ну, значит, вот про нее и мы и будем говорить. Хотя рассказ на тему о том, что биоинформатические подходы к изучению макроэволюции был бы столь же интересен. Хотя мы еще меньше знаем о макроэволюции, чем о микроэволюции. Замечательно. Значит, это о микроэволюции. Теперь немножко поговорим о том, что такое популяция. Значит, в самых общих чертах понятно, но здесь есть некие тонкости, которые обычно плохо рассказаны в учебнике. Давайте я расскажу это как надо, по моему разумению. Значит, во-первых, очень всех путают то, что популяции размножаются половым путем обратно. Обычно почти все размножаются половым путем. И это одновременно усложняет и упрощает задачу. Давайте начнем с бесполых. Вот есть такие звери в Далойной колорадке. На прошлой неделе в Nature вышла статья, в которой наша лаборатория неким боком тоже задействована, где сделан геном первой белоидной колорадки под названием Одинета-Вага. Значит, вот это, так сказать, интересно, поскольку они бесполые. Их там несколько сотен видов, ну, морфологически глядя, там черт ногу сломит, потому что они маленькие, противные, никаких признаков у них нет. Это, в общем, это трудные объекты. Это не слоны и не магнолия. Но несколько сотен форм, и поэтому они все, никто у них никаких самтов никогда не видел, и геном у них выглядит так, что половым размножением она размножаться не может. Они где-то 100 миллионов лет назад потеряли половое размножение, и с тех пор счастливо живут. Вот, так что давайте, то есть это самки, которые откладывают яйца, генетически идентичные, значит, с их собственным клетком. Вот и все. И никак они от этого не страдают, они такие спокойные, меланхоличные, там жрут и размножаются. В общем, есть другой класс коловороток, моногононты, у которых есть половое размножение. Чтобы эти моногононты там были сильно более счастливы, или сильно менее счастливы, не видно, понятно. Вот, значит, представим себе бесполую популяцию, и зададимся, чтобы понять, что такое популяция, мне кажется, хороший способ понять, что такое популяция, задаться вопросом, а зачем я вообще должен популяцию рассматривать? От противного. Вот у меня совокупность организмов, давайте я буду каждый организм рассматривать по отдельности, а думать о них как про совокупность, популяция это какое-то множество организмов, так вот давайте я не буду думать про них как про множество, а буду думать про каждое по отдельности. Можно так делать или нет? Ответ, так делать было бы можно в одном единственном случае, если бы линия каждого организма была вечной. То есть, поскольку ресурсы ограничены, и умножаться в бесконечности нельзя, надо, чтобы у каждой такой коловоротки была одна мама, что выполняется, и она приносила бы ровно одного потомка. И тогда у меня появляется такой вот пучок отдельных линий, и я могу про каждую такую линию думать независимо, и никакие популяции мне не нужны. Как в случае с Ламаговской эволюцией, единственная проблема здесь состоит в том, что так не бывает никогда, а на самом деле некие линии умножаются, а другие линии гибнут. Вот это здесь показано в настоящее время, и вот эта вот красная коловоротка, ее линия размножится. И если я пойду в популяцию через миллион лет, то окажется, что все коловоротки, которые живут в этом пруду через миллион лет, являются потомками вот этого счастливой красной. А линии всех остальных сдохнут. И, соответственно, с соображением эргодичности, если я пойду назад по времени, то я увижу, что все коловоротки, которые живут сейчас, восходят к одной единственной коловоротке, жившей там миллион лет назад, из огромного множества коловороток, живших в пруду. Поэтому, если я возьму любую коловоротку сейчас, то и скажу, вот я ее рассматриваю, на всех остальных плюю, и дальше начну двигаться вперед на машине времени, то с очень большой вероятностью окажется, что через какое-то время потомства моей выбранной коловоротки, его просто нет, оно все сдохло. И поэтому я не могу рассматривать их по отдельности, я должен рассматривать их всех вместе. Это на самом деле очень контринтуитивно, это замечательный факт, который нужно глубоко прочувствовать. Вот вы приходите в пруд, и у вас там плавает чертова куча коловороток, не знаю, сколько коловороток в пруду? Это может быть в кубическом сантиметре воды 100 штук, и посчитайте, сколько в кубических сантиметрах воды. В общем, дофига коловороток, там, не знаю, 10 в 11-й. И все они сдохнут, в смысле их потомство все сдохнет, кроме потомства одно-единственное. Вот я покрасил красный цвет. И совершенно непонятно. Ну, если там какая-нибудь коловоротка, так сказать, замученная и уродская, ну, понятно, что ее потомство сдохнет. Но большая часть из них выглядит, как отличные веселые коловоротки. И почему-то, значит, вот потомство всех из них, кроме одной-единственной, популяции не сохранится. Почему? По двум причинам. Первая причина называется естественный отбор, потому что, значит, если эта коловоротка плохая, со слабым генотипом, то ясно, что ее потомство не вытеснит все это дело. Но есть и вторая причина. Предположим, что они все полностью одинаковые, такой мышленный эксперимент, что они полностью одинаковые, все равно будет то же самое. Потомство одной вытеснит потомство всех остальных. Просто по случайным обстоятельствам, по игре случая. Вы можете быть самые, что ни на есть отличные коловоротки, к вам подплывет малек-карася, разинит пасть и вас сажают. И не спросят, какой у вас хороший генотип. И это называется случайный дрейф. Значит, или генетический дрейф, или случайный. Значит, игра случая под названием дрейф и систематические отличия под названием отбор. Вот что приводит к этому процессу экспансии в конечном счете одной линии и вымирания всех остальных линий. И поскольку этот процесс существует, мы не можем рассматривать только одну коловоротку. Ну, мы не обязаны рассматривать всех сразу. Вот две бюлоидных коловоротки филодина, розиола и аденета, вага. У них разные экологические ниши. Они сосуществуют. И размножение филодин аденетом большой опасности не представляет. Поэтому надо рассматривать, мы обязаны рассматривать вместе только тех, кто, выражаясь экологически, над другом сидит в одной экологической нише. Вот такое определение. Популяция – это множество особей, представляющих в данный момент все линии, которые не защищены друг от друга. Так что размножение одной из них неизбежно повлечет в вымирание всех остальных. Мы должны рассмотреть всех таким образом, что даже если мы подождем очень долго, то потомство хоть кого-то из тех, кого мы включили в рассмотрение останется. Вот тут надо немножко подумать, чтобы это понять, но в общем-то это ни беном, ни том, это должно быть понятно. Теперь два слова про половую популяцию. То же самое происходит в половой популяции размножение и вымирание линий, но в отличие от бесполой популяции вот эта вот история размножения и вымирания линий не единая для всего генома, а разная для разных сегментиков, поскольку есть рекомбинация. Все слышали про метахондриальную Еву, это ровно то же самое, что с коловратками, для метахондриального генома, потому что он передается только по материнской линии, и значит он бесполый. Поэтому если мы возьмем всех современных людей, сколько их есть, и посмотрим на наши метахондрии и проследим их порядков, в данном случае это будут наши мамы, материнские, бабушки, прабабушки и так далее, то окажется, что все метахондрии, которые есть в современных людях, восходят к одной единственной тетке, которая жила примерно 200-30000 лет назад. Все очень удивились, а на самом деле они удивились по глупости, потому что то же самое верно для любого человеческого гена. Вот еще очень удобная вещь Игоря хромосома, потому что она передается наоборот по отцовской линии. И значит, соответственно, если взять, ну здесь только мужиков, значит, если взять всех мужиков, то все наши Игоря хромосомы тоже восходят к Игоря хромосоме одного-единственного дядька, которого зовут Игорь хромосомный Адам, и он жил примерно 150 тысяч лет назад. Но, естественно, этот Игорь хромосомный Адам вовсе не был мужем этой митохондриальной Евы, а они жили, так сказать, на десятки тысяч лет и тысячи километров в разных местах. Просто вот такой, есть ученое слово коалисценция, когда мы прослеживаем линии назад и видим, что они сливаются, это называется коалисцентная. Коалисцентная история всех сегментов генома в бесполовой популяции естественно, одинакова, потому что они все в одной лодке. А коалисцентная история разных сегментов генома в половой популяции разная. Но вот если взять в какой-нибудь сегменте каутосомы, мы найдем общего предка этого сегмента во всех современных генотипах, там еще у кого-нибудь. Иначе разные истории, но для каждого сегмента ситуация такая же. Значит, соответственно, мы можем таким же образом думать о половых популяциях в термины размножения и вымирания линий. Половая популяция это минимальное множество особей такое, что в любом сегменте генома присутствующих хотя бы в одной из этих особей дальше надолго сохранится. А то вот мы рассмотрим всех людей, а меня в рассмотрении не включим. А окажется, что через миллион лет я окажусь новым игрокромосомным Адамом, иначе поэтому меня тоже надо включить. Поэтому таким образом мы отграничиваем половую популяцию. Ну, а другой аспект есть половое умножение это прекрасное плодотворение и можно сказать так, что половая популяция это минимальное репродуктивное замкнутое множество особей. В том смысле, что я возьму одну особь, посмотрю на ее отдаленное потомство, в ней будут присутствовать гены из других особей, так вот всех тех, чьи гены могут оказаться в моем потомке, нужно включить в одну популяцию вместе со мной. А если это крокодил, значит его можно не включать, потому что его гены ни в каком из моих потомков не окажутся, если только не заниматься генетической инженерии. Но с чего бы мы потом стали сажать крокодиловые гены не очень понятно. Хорошо. Значит это такой подробный, который обычно в учебниках пропускают, анализ понятия популяция. Теперь характеристики популяции. Мутация, отбор, дарив, размножение структуры. Мутация, это когда случайно меняется последовательность ДНК. Ну все знают, что такое мутация в общих чертах. Не нужно говорить про мутации. Ну про мутации можно рассказывать много интересных вещей, но главное понятие, которое нам нужно, это скорость мутирования, вероятность изменения на нуклеотид за поколение. Естественно у скорости могут быть разные компоненты, соответствующие разным механизмам. Может быть нуклеотидная замена, может быть выпадение нуклеотида, ставка нуклеотида, какая-нибудь длинная делиация, все что угодно. И у них есть разные скорости. Суммагная скорость мутирования у человека на нуклеотид за поколение примерно 10 минут с 8. То есть если у вас есть какой-то нуклеотид, то вероятность, что с ним что-то случится при передаче его потомку примерно 1 на 100 миллионов. Значит, это мутация. Про отбор дрифмы немножко уже говорили. Отбор это дифференциальное размножение генотипов. Значит, тут важно понятие приспособленности. На каждом генотипе пишется число. Приспособленность это ожидаемая эффективность размножения скотины с таким генотипом. Неправильно сказать, что вот я взял дулоидную коловарадку, она там положила 200 яиц, я скажу, что приспособленность этой коловарадки 200. А надо сделать ее, не знаю, 10 тысяч точных копий и у каждой померить число яиц, и вот среднее, то есть ожидаемое число яиц твари с данным генотипом и будет приспособленность этой твари. Вот. И дальше, если мы думаем в терминах популяции, понятие отбор совершенно тривиальное. Сказать, что в результате побеждают те, кто более приспособлены, это все равно как сказать, что в забеге выиграет бегун, который бежит быстрее. Ну да, конечно. Так что бывают трудности концептуальные, когда человек пытается понять, что такое естественный отбор. Естественный отбор это выживание наиболее приспособленных, а кто наиболее приспособленный, кто выживет, думают, что там что-то сложное. На самом деле очень просто. Если мы думаем о популяции, на разных генотипах могут быть написаны разные ожидаемые приспособленности и вероятность того, что в конечном счете популяцию заполонит более приспособленный генотип больше. Хотя из-за дарифа может оказаться, что тут возник более приспособленный генотип, возникла полезная мутация, а тут подплыл корресионер сел. Значит, это что такое отбор? Значит, дариф это случайный компонент в выживании и невыживании. Эту картинку подробно понимать не нужно, но вот это корресценция. Если мы возьмем, здесь выборка в детах, это можно взять и всю популяцию. Если мы возьмем генотипы, живущие сейчас, и будем прослеживать их историю в прошлое, мы увидим, что через какое-то время линии вот этих двух организмов сольются, потому что у них где-то был общий порядок, потом еще сольются и так далее. Этот процесс обладает замечательно простыми математическими свойствами и называется корресценцией. Это происходит из-за дарифа. Можно сказать так, что дариф это влияние на генетический состав популяции случайного процесса вымирания и умножения линий. И прежде всего дариф приводит к тому, что частота аллерия в локусе меняется. Меняется случайно. Пускай у меня два, там есть белые популяции и зеленые, и на твои свойства никак не влияет белые ты или зеленые. Но если у меня популяции из тысячи организмов там 500 белых и 500 зеленых, дальше они как-то размножатся, и в следующем поколении вероятно будет точно 500 белых и 500 зеленых. То есть поскольку приспособленности одинаковые, ожидаемое число белых и зеленых одинаковое, но при этом в каждом конкретном случае у меня окажется 510 белых и 490 зеленых. И этот процесс называется, это самый важный аспект дарифа, хотя и другие аспекты тоже бывают. Так, теперь мы уже полчаса работаем, скажите, я двигаюсь слишком медленно, это все понятно, или слишком быстро это все ужасно, или более-менее в самый раз? В самый раз, значит, перебивайте, если вдруг возникает желание задать вопрос, то надо громко кричать, не надо поднимать руку, а надо там, ну если вы слишком скромные, чтобы кричать, тогда стучите, но лучше просто кричать. Хорошо, вот, и нам понадобится еще одно понятие, для того, чтобы характеризовать дариф, это понятие эффективной численности популяции. Это немножко хитро, здесь, значит, надо 20 секунд следующих, надо внимательно думать. Значит, эффективная численность популяции обозначается N с нижним индексом E, от слова эффективные, это численность эквивалентной рейт-фишерской популяции, в которую число, значит, если у меня есть какая-то популяция мух, в которой, если их по головам посчитать, там сидит миллиард мух, а дариф происходит так, как в рейт-фишерской популяции численностью 1000, то я скажу, что эффективная численность моей популяции из миллиарда реальных мух это 1000. Понятно, да? Численность эквивалентной рейт-фишерской популяции, это эффективная численность реальной популяции. Причем здесь такая хитрость, что чем больше эффективная численность моей популяции, тем медленнее в ней происходит дрейф. Потому что дрейф, чем меньше популяция, тем быстрее болтает частота аллели, и вообще, тем больше роль случайности. Поэтому большое НЕ означает медленный дрейф. Значит, по-моему, это все блестяще, с заключением того, что я не сказал, что такое Рейдфишерская популяция. Но на самом деле это не обязательно знать, что такое Рейдфишерская популяция для этой конструкции, но ничего хитрого в этом нет. Вот представим себе, что у меня Н особей. И каждая из них производит ужасно много таких условных потомков, потенциальных потомков, ужасно много, одинаковое количество, по миллиону штук. А дальше я из этого огромного облака потенциальных потомков рекорректирую ровно Н штук для следующего поколения. И вот популяция, которая размножается таким образом, называется Рейдфишерская популяция. Ее ключевое свойство состоит в том, что количество потомков организма, или количество копий данного аллеля, переданных в следующее поколение, распределено по Плассону с параметром 1. С параметром 1 понятно, потому что мы считаем, что численность постоянная, это средняя единица. Но вот если распределение по Плассоновской, мы говорим, что популяция Рейдфишерская. Понятно, да? Замечательно. Значит, это очень важное понятие эффективной численности популяции. Обычная эффективная численность гораздо меньше реальной. Вот я не напрасно сказал, что у меня миллиард мух по головам, я посчитал, а дарефуруют они, как Рейдфишерская популяция, всего лишь из тысячи особей. И, в общем, понятно, почему. Потому что распределение числа копий переданного аллеля, у него дисперкция гораздо больше, чем у Плассоновской. Вот если ты муха, скорее всего, тебя просто сожрут, и ты никакого потомства не передаст. А уж если тебя не сожрали, и ты добралась до вкусного гнилого яблока, то ты отложишь дикое количество яиц. И дисперкция будет не как у Плассоновского распределения, тоже единица, а дисперкция будет 50. И поэтому дареф идет гораздо быстрее. И поэтому эффективная численность природной популяции практически всегда много меньше, чем ее реальная численность. Вот это было такое сложное место. Хорошо. А дисперкция потомков? Дисперкция числа потомков. Ну вот давайте думать про бесполовую популяцию. Вот я дулойная коловератка. А если численность популяции константа, то ожидаемое число моих потомков в следующем поколении единица. Но поскольку мы говорим о случайности, имеет место некое распределение. И если распределение... Будем считать, что отбора нет, то есть для всех коловераток моей популяции это распределение одно и то же. Если это распределение Плассоновское с параметром единица, мы говорим, что это у меня ряд фишерской популяции. А на самом деле дисперкция больше Плассоновской. С очень большой вероятностью я ставлю ноль потомков, там меня сожрут. А с небольшой вероятностью мне повезет, и я ставлю дофига потомков. Понятно, да? Это одно из фундаментальных понятий микроэволюционных изучений, исследования эффективной численности популяции. Замечательно. Прямая и обратная задача, это концептуально очень просто, но тоже обычно это не подчеркивают, хотя зря. Прямая задача... Я из физики позаимствовал эти понятия. В физике там бывает прямая обратная задача, например, какой-нибудь теории рассеяния. Что такое прямая задача в теории рассеяния? Вот у тебя двигается какая-то волна, ты пишешь там уравнение, которое описывает эти волны, значит, распространение этой волны, решаешь и знаешь, как эта волна пойдет в будущем. А обратная задача, когда ты смотришь на интерференцию, на картину интерференции и глядя на эту картину, пытаешься понять там, какие были параметры в этом волновом уравнении. И здесь точно то же самое. Ты можешь знать или предполагать, что ты знаешь все параметры, описывающие популяцию. Ну вот эти пять вещей. Мутация, отбор, дариф, способ размножения и структуру. Допустим, я все знаю, дальше я пишу уравнение. Ну вот это самое важное уравнение, описывающее процесс аллельного замещения под положительным отбором. В квадратной скобке частота аллеля, а с этого селективное преимущество. Этот дефурм можно блестяще вывести, решить, и, значит, ты будешь все знать, как происходит процесс аллельного замещения под действием отбора. Проблема в том, что, опять-таки, когда ты приходишь в популяцию, на ней вовсе не написан никакой коэффициент отбора. И обратная задача, когда ты смотришь на данные и из данных пытаешься понять, какие же были свойства этой популяции, как она до такой жизни дошла. Значит, и это называется обратная задача. Ну вот, пример, решение обратной задачи из самых важных. Есть замечательная формула, что генетическое разнообразие, о котором мы говорили в самом начале, равно 4 nmu. А вы уже для нейтральных, в случае селективной нейтральности, в случае, если отбор не действует. А мы с вами уже настолько ученые, что мы знаем и это, nE это эффективная численность, а mu это скорость мутации на нуклеотид за поколение. Поэтому, если я знаю скорость мутации, и если я знаю генетическое разнообразие, я могу из этой формулы добыть эффективную численность популяции. Значит, это пример обратной задачи. Ну, а эта формула, естественно, выводится математически, это один из простых и фундаментальных результатов. Вот. И в настоящее время, там уже последние лет около 30, с момента основополагающей работы Мартина Крейтмана, опубликованной в 83-м году, все большую роль играет обратная задача. Что для меня является личной трагедией, потому что обратная задача построена на статистике, я не понимаю, не люблю статистику, а люблю динамическую террорию, которая нужна для решения прямой задачи. Никого не волнует, что я люблю, а, значит, центр тяжести в исследованиях микроэволюции сместился на обратную задачу. И здесь биоинформатика играет ключевую роль, в изучении обратных задач. Значит, я хочу здесь вести, ну, все вы знаете, что такое выравнивание, alignment, которое, да? А вот вы того не знаете, что слово выравнивание ввели в русский язык мы с Михаилом Барамовичем Рейдбергом 30 лет назад, потому что было слово alignment, и мы сидели и думали, как же это сказать по-русски. Решили, что сказать надо выравнивание. Вот, по-моему, мы были первые, кто вместо как это слово alignment, сказали слово выравнивание. Но нигде это не зафиксировано, и все нас забудут, когда мы поморем. Это очень грустно. Так, значит, вы знаете, что такое выравнивание, я, или не знаете? А? Ну, мы рисуем последовательности друг по другу, так что они были максимально похожи. Здесь просто, потому что я их просто нарисовал, и все. А если бы вот из каня с люпу с фамилиарю, если это собака, допустим, у нее вот эта минуслота выпала, то мне пришлось бы здесь последовательности раздвинуть и ставить в нее дырку. Так что, собственно, главное в создании и выравнивании это процесс вставления дырок, чтобы они оказались друг на друга максимально похожи, но в некотором упрощенном смысле. Вот. И, значит, мы в основном будем работать с выравниваниями, и здесь показано выравнивание последовательности из разных организмов. Курица, шпорцевая, лягушка, человек, корова и собака. А это, значит, контентус, ну, значит, если у всех буква Н, то ясно. Ну, в общем, самая частая буква. Будем, как это, по голосованию большинства считать. А это, значит, насколько в данном месте они похожи. Здесь 100%, а здесь, значит, вот там сходство в смысле консервации в этом сайте, в смысле энтеропии, значит, вот такая вот. Вот. Единственная вещь, которую я хочу здесь подчеркнуть, различие между геномами и генотипами. Здесь очень неаккуратно употребляют термины, и это приводит к, так сказать, ненужным ошибкам. У меня нет генома, у меня есть генотип, даже два, материнские и отцовские. А геном, вот, сказать, некий общий знаменатель, сказать, ну, вот, консенсус всех генотипов человека. И поэтому у дяди Вася есть генотип, или, если угодно, два гаплоидных генотипа, а у человечества в целом есть геном. Это полезно отличать. Значит, когда мы изучаем популяцию, то нас интересует изменчивость различия между генотипами, а когда мы сравниваем разные виды, нас интересует различие между их геномами. Вот. И мы будем, значит, изучать геномы и генотипы. Представим теперь, что это генотипы, ну, это аминокислотный код, значит, мы говорим о белках, но можно белки сравнить. Представим себе, что это не разные виды, а это, значит, Вася, Петя, Коля, Маша и Аня разные люди. И тогда, значит, это у них будут разные, не разные, не геномы разных видов и генотипы разных индивидуумов. Мы можем точно так же для них консенсус посчитать, а можем добавить еще обезьяны. Вот это у меня Маша, Петя, Коля, а еще мы добавим шимпанзо, и поскольку шимпанзо на 99% совпадает, то это вполне, так сказать, хорошая кошерная процедура. И шимпанзо нам позволяет сделать очень важную вещь, а именно поляризовать. Вот у Васи, у Пети буква А стоит в каком-то месте, а у Коли стоит буква Г. А что здесь старое, а что здесь новое? А вот посмотрим на шимпанзо. Если стоит у шимпанзо А, то, наверное, оно старое, значит, Коля мутант, а если стоит у шимпанзо Г, наверное, Г старое, значит, Вася с Пети мутантом. Значит, эта полезная вещь называется поляризация нуклеотида, поляризация полиморфизма. Старый аллель обычно приспособленный и частый, а новый аллель обычно, если там вообще действует отбор, менее приспособленный редкий. Хотя, конечно, бывают исключения. Новые аллели обычно хуже, но если бы это было всегда так, то эволюции бы не было. И, соответственно, бывают, когда новый аллель хороший. Это бывает очень редко, но за счет этого происходит эволюционная эволюция. Значит, краткая история изучения изменчивости популяции. Ну, так сказать, можно гораздо больше об этом рассказать, но совсем коротко. Значит, был британский доктор Эрчибальд Гэррид, который в 2009 году опубликовал книжку «Врожденные ошибки метаболизма». И наиболее замечательным открытием было, что он открыл менделевские рецессивные болезни. А как он догадался до того, что они рецессивные, он заметил, что эти болезни, в частности алкоптонария, чаще встречаются у детей, произошедших в близкородственных браках, между двоюродными сипсами. Как ясно, в таких браках больше гомозиготности, и он все это понял очень скоро после переоткрытия менделийской генетики. В 1926 год Тимофей Варисовский были первыми, кто тоже просто такими, так сказать, простыми скрещиваниями между сипсами изучили количество видимых мутаций, видимых мутаций, но если бы речь была не о мухах, а о людях, это не летальные мендельские болезни. Брали двух мух, мама, папу, получали от них потомков и проводили скрещивания между потомками, брат, сестра. И поставивши там 10 таких скрещиваний, можно узнать, сколько в этой маме и папе сидело в гетерозеготе таких генов, которые дадут вам видимый, патологический фенотип в гомозеготе. Примерно одна десятая на геном. А через два года Мюллер сделал то же самое для рецессивных леталий на генотип примерно в 10 раз больше. А в начале этого века мы повторили работу Мюллера на рыбах, получилось то же самое. Вот плавает рыба в пруду, у нее в генотипе одна-две рецессивные леталия. Причем замечательным образом все эти леталии приводят, все, которые мы видели, мы видели больше 30 штук, приводят к гибели с каким-то фенотипом морфологическим. Вот это правильный эмбрион, а это два урода. Не надо быть эхтеологом, чтобы понять, что это уроды, они, значит, не разобьются. Не бывает такого, мы не видели такого, чтобы морфологически он был хороший и вдруг помер. Он погибает с такими большими нарушениями морфологии. Значит, в 1938 году Феодосий Григорьевич Добжанский и Альфред Стартованд изучали полиморфизм по инверсиям. У двухкрылых, как многие из вас знают, есть замечательный феномен политенной хромосомы. Много-много нитей ДНК параллельно друг к другу лежат в слунных железах и в других тканях. И если у мамки один порядок генов, а у папки здоровый кусок хромосомы повернулся, то политенной хромосомы мамкины и папкины склеены, и тут получаются такие петли. И они смотрели на эти петли и массу всего замечательного изучили. В 1966 году несколько человек, наиболее знаменитые из которых Ричард Левонтин, изучили полиморфизм по изоферментам. Значит, гонишь в электрическом поле белки, и они могут двигаться с разной скоростью. Здесь всего два варианта, а здесь вот один вариант, вот второй вариант, а у гетерозигота появляется еще полоска посредине, потому что это демерный белок. У тебя могут быть две субъедницы одинаковые, если это гетерозигота, тогда ты двигаешься так, либо две другие одинаковые так, а если одна такая, другая такая, двигаешься так. И, значит, это была фундаментальная работа, потому что стало ясно, насколько популяция изменчива. И, наконец, новая эра началась в 83-м году, когда Мартин Крайтман сделал то же самое уже на уровне ДНК. Приятно, что это вам не физика, где там можно требовать все больше и больше бабок управительства, чтобы там все больше и большими энергиями долбить ваши частицы, потому что здесь ниже уровня ДНК уже, слава богу, ничего нет. И, значит, это был первый анализ изменчивости на уровне ДНК. Он взял кусок генома дрозофил и меланогастер, который кодирует фермент алкоголь и гидрогеназа, и из 11 мух 11, значит, аллелей этого здорового куска, 11 сегментов генотипа изучил и нашел всего 43 различия. Вот, значит, здесь-то все вместе показано. Я помню, еще будучи относительно молодым, я в 83-м году эту статью читал, и понимал, что, значит, наступила новая эпоха. Причем, ну, непонятно, с одной стороны, любой дырак, ты мог сделать, всем было понятно, но в 83-м году секвенирование было делом очень тяжелым, его сделал это Крейтман. Значит, я, так сказать, считаю, что то, что Леонтин за эту работу и Крейтман за эту работу не получили Нобелевскую премию, это абсолютный скандал, поэтому, когда происходят там всякие, так сказать, вот, каждый там осенью пристают журналисты, говорят, вот там дали Нобелевскую премию по биологии, что вы об этом думаете? Я говорю, что пока Леонтин и Крейтман не получили Нобелевскую премию, ничего об этом не думаю, думать не хочу. А еще замечательная история заключается в том, что Леонтин делал диссертацию Добжанского, а Крейтман делал диссертацию Леонтина, так что, все это дело, так сказать, передается, такой семейный бизнес по изучению изменчивости от, значит, такого глобального уровня, потом на уровне изоферментов и, наконец, на уровне ДНК, и это уже все. Теперь после Крейтмена можно получать данные на гораздо больших масштабах, теперь у нас не 11 аллелей из мухи, а там тысячи человеческих генотипов, а там через 10 лет будут миллионы, но качественно ничего уже никогда не изменится, это, так сказать, окончательная правда. Вот, значит, это совсем краткая история изучения изменчивости, теперь мутационный процесс. Здесь еще один важный, так сказать, такой урок, что в биологии, в экспериментальной биологии часто интеллект никому не нужен, а нужны хорошие игрушки. Были замечательные методы изучения мутационного процесса, вот можно сравнивать разные виды и вычислять скорость мутирования, предполагая, что не было отбора, если ты знаешь, сколько прошло поколений, а можно держать линии, а можно изучать мендерские болезни и там выводить при помощи не бог весть каких хитрых вещей, и все это никому не нужно, а используется грубая сила, берешь мамку, папку и потомка, секвенируешь их, и все, значит, варианты, которые есть у потомка, у мамки, папки нет, это будут до новой мутации, и звучит это совершенно дико, потому что скорость мутации 10-8, то есть ошибки секвенса должны возникать частотой меньше 10-8, и там еще 5 лет назад оказалось совершенно невозможно, сейчас оказывается, что это очень просто, скажите, вот мы начали играть в эти игры совсем недавно, два года назад у нас появился инструмент для секвенирования нового поколения, оказалось, что мы это можем делать на кафедре микрологии Ольга Кудрявцева выращивает подоспору, мы взяли исходную подоспору, и, значит, потом через 20 поколений, и казалось, что между ними 8 отличий, это геном длиной 30 миллионов, то есть это абсолютно технически, ну, то есть всякая информатика, естественно, ты должен из этих рейдов собирать генотипы, потом там чистить всякую гадость и так далее, но если ты сделал вполне рутинную биоинформатику, то ты можешь смотреть на мутации, на новые мутации, просто сравнивая маму, папу и потомка, и все хитрые методы больше никому не нужны, я лет 5 своей жизни провел, склонившись над бинокуляром, и, значит, загубил там около 10 миллионов мух, изучая скорость мутации мух, моя аспирантка Шлау Пейян, она буддистка Стариваня, точнее, бабушка ее буддистская, она сказала, что я буду воплощаться в мутантную муху теперь в 10 тысяч каких-то циклов ужасных, и я думаю, причем уже никак не отмоешься, уже, я не знаю, что я должен сделать, чтобы карму улучшить, таким образом, вот, и все это оказалось никому даром не нужный, потому что берешь маму, папу и потомка, и вот все мутации на тебя голубыми глазками смотрят, вот, значит, это изучение мутационного процесса, таким образом, здесь биоинформатика нужна просто для того, чтобы с высокой точностью собрать три генотипа мамы, папы и потомка и сравнить, это тоже не так просто, но, с критерами вполне используешь стандартные инструменты, там никаких новых вот, и это было сделано на сегодняшний день наиболее, так сказать, массивные данные, вот по таким, трею их называют, полученные в Исландии, 78 таких вот треюек, ну и даже более сложных ситуаций, доисланцев получили, и получился замечательный результат, что, значит, средний ребенок несет примерно 70 новых мутаций, и зависит это от возраста папаша, каждый дополнительный год возраста папаши добавляют примерно две мутации в генотипы ребенка, ну и что там может со всякими очень интересными последствиями. Вот, значит, таким образом, задача изучения скорости мутирования с популяционного уровня перешла на вот такой уровень треуг, биоинформатика здесь вполне стандартная, хотя и не вполне это реальная, и почему это некий переворот популяционной генетики, помните, это формула разнообразия H равно 4 иенрия мю, и произведение, если ты H легко померить, это дураку ясно, но если ты мю тоже можешь померить на прямую, то тем самым ты можешь оттуда вытащить H. вытащить H, извините, а дариф мерить на прямую абсолютно невозможно, так что возможность получить прямые и надежные данные о мю, параметрах мутационного процесса, позволило, используя простую биоинформатику и простую популяционно-генетическую теорию, позволило оценить дариф, что, сказать, исключительно важно, потому что кроме обратной задачи никак не сделать, да? а возраст матери не влияет, что неудивительно, потому что у девочки все ее циклетки готовы к адресу минус 5 месяцев, когда она еще эмбирон, а у мужика клетки делятся в джермлайне всю жизнь, так что это вполне неудивительно, вот это так оно и оказалось, большая часть мутации это просто ошибки ошибки полимераза. Да, вот изучение дарифа, значит, H4NEMU, поскольку мы теперь, значит, H померить нетрудно, несколько генотипов рассеквенируете, вот вам будет H, MU теперь могут мерить прямую, и вот отсюда достаем NE, и вот, значит, такие NE получились там для всяких разных тварей. Здесь, опять-таки, нету нашего шизофилума, потому что это еще не опубликованная там ужасная тайна, рассказываю, никому не говорите, но у шизофилума популяция получится, соответственно, еще больше, хотя, может быть, у него скорость мутации высокая, потому что если вы грипп, то, так сказать, от миоза до миоза вы должны расти, мицелия растет, и может быть, он просто копит много мутаций, мы сейчас будем мерить у него скорость мутации не на поколение, а на метр. Вот сажаешь сюда грипп, такую дорожку, и заставляешь, что метр провести, и сколько он за это время на корпус мутации, никто этого никогда не делал, большого ума не требует, но очень интересно. Вот, значит, и теперь большая, собственно, последняя большая тема, на которую мы все, значит, и помоем, потому что она ужасная, про отбор, отрицательный, значит, да, сначала введем понятие, отрицательный, положительный, балансирующий отбор. Нужно ввести еще одно понятие адаптивный ландшафт, а для этого нужно ввести еще одно понятие пространства генотипов. Ну, пространство генотипов и такое пространство, где живут генотипы. Значит, ясно, что оно очень многомерное и ужасное. Мы с вами, ну, все знают, одномерное пространство, двухмерное, мы живем в трехмерном пространстве, а теперь представьте себе пространство, точками которого являются там все последовательности, ну, там, длиной, не знаю, не больше трех миллиардов, четырех миллиардов, чтобы включить туда всех людей. Ну, формально говоря, это четырехмиллиарда мерное пространство, в котором по каждой координате есть пять значений А, Т, Г, С, и прочерк, если к этому месту генотип уже кончился. Ну, вот, например, таким образом можно об этом думать. И вот таком миллиардном мерном пространстве, пяти миллиардном мерном пространстве, живут все генотипы, значит, длиной не больше пяти миллиардов и являются собой точки в этом пространстве. Если у вас богатое воображение, вы можете себе это представить, хотя вы забодаетесь это делать, потому что даже дедушка Калмогоров говорит, что представлять больше пяти измерений не умел. А, значит, есть математики, которые вообще и даже больше трех не умеют представлять себя. Вот. Значит, тем не менее, мы можем представить себе функцию, которая каждой точке в этом пространстве генотипа вставит соответствие одно число, а именно приспособленность этого генотипа, и график этой функции называется адаптивным ландшафтом. И это очень правильный язык для думания на вот такого рода тема. Значит, вот это плоский адаптивный ландшафт, который означает, что никакого отбора нет. Ну, поскольку я не только думать в миллиардном пространстве не умею, но даже рисовать не умею, то я нарисовал как это без больших раздумий двумерное пространство генотипов, и вот, значит, над ним висит график, значит, функт отображения генотипов приспособленность, если он плоский, значит, отбор не действует, это случай нейтральности, а вот критика, он может быть такой-то. Вот. Значит, и представим себе два случая. Один случай, что частый генотип, он самый хороший, то есть популяция в основном занята хорошими. Вот эта приспособленность это чистота. Самый частый, он же самый хороший, а редкие плохие. Тогда отбор действующей такой популяции против редких, потому что у них приспособленность меньше, значит, отбор действует против них. Такой отбор называется отрицательным или очищающим. И это, если немножко подумать, нормальная ситуация, потому что каждая популяция это продукт долгой эволюционной истории. Естественно, отбор стремится к тому, чтобы более приспособленные стали частыми. Но может что-нибудь случиться, условия могут измениться, там еще, бог знает что, может случиться. И может оказаться так, что самый приспособленный окажется не самым частым. А да, значит, самый частый не самый приспособленный, а самый приспособленный соответственно редкий. Если у меня ситуация такая, что отбор благоприятствует кому-то редкому, мы говорим, что отбор положительный или Дарвинов отбор. Значит, такой отрицательный отбор отсекает новые варианты и поддерживает статус-кво и препятствует изменениям, а положительный отбор, наоборот, вызывает изменения. И здесь, вот такая диалектика, потому что с одной стороны, с одной стороны, в каждый данный момент большая часть полиморфизмов, изменчивых локусов популяции вообще нейтральна, а те, которые под отбором, большая часть из них под отрицательным отбором. То есть, частый вариант является оптимальным. Но и только очень редко мы видим ситуацию, когда редкий вариант самый хороший. но на больших временах именно эти ситуации самые важные. Именно они отвечают за превращение динозавров в птичек, обереганных людей и прочие полезные вещи. Вот. Ну, как ясно, отрицательный и положительный отбор возникают на одном и том же адаптивном ландшафте в зависимости от того, где на нем сидит популяция. Если она сидит на самой вершине, отбор отрицательный, а если она сидит на склоне, отбор положительный. А бывает еще балансирующий отбор. Например, есть генотипы, которые лучше едят яблоки, и генотипы, которые лучше едят апельсины. Значит, если очень много яблокоедов, то остаются свободные апельсины, и лучше быть апельсиноедом. И наоборот. То есть, под тобой адаптивный ландшафт вот так вот играет. И в таком случае возникает балансирующий отбор, который благопоядствует тебе, если ты редкий. Тоже, значит, сейчас наблюдается возрождение интереса к балансирующему отбору, хотя лично я его не люблю. Значит, вот такие три качественно важные формы отбора. Отрицательный или очищающий, положительный или дарвинов, и балансирующий или частотно зависимый. Замечательно. Вот. А теперь, значит, у меня, к сожалению, я не успел перевести, дальше все слайды будут по-английски. Но, впрочем, картинки-то не важны, а текст я все равно его не читаю. А потом вы все знаете английский лучше меня. Так, отлично. Значит, вот опять-таки выравнивание геномов разных видов. Вот филогения близкие родственники человек-макак и, значит, крыльца-мышь. Вот, соответственно, здесь показано. Такая у них филогения. А вот выравнивание разных генотипов популяции, значит, шимпанзе в качестве род-группа, то есть это другой вид. Ну, можно брать геном шимпанзе, а можно взять конкретный генотип какого-то конкретного шимпанза. Может быть, ну, и то, и то может быть хорошо. Вот здесь видно, наконец, дырка. У этого человека с генотипом один, здесь буква Т просто выпала, и чтобы сделать выравнивание, нужно раздвинуть. Вот. Замечательно. Значит, это данные, которые мы будем использовать. Мы будем говорить в основном об отборе на уровне ДНК, и поэтому мы будем в основном оперировать выравниваниями геномов и генотипов. Здесь надо четко понимать, что есть еще куча биоинформатической кухни, прежде чем ты получишь эти генотипы. Вот с нашими этими шизофилумами с чилилистниками аспирантка Маша Баранова уже несколько месяцев мучается, чтобы получить правильные выравнивания. Там какая-то ерунда вылезает, здесь какая-то ерунда, там некачественные куски нужно выкинуть, а если ты выкинешь слишком много, ты, значит, испортишь данные. В общем, там возникают вполне нетривиальные технические задачи, прежде чем ты получишь хорошее выравнивание, с которыми ты веруешь и с которыми можно работать. Если вы когда-нибудь с этим будете работать, то вы, значит, на вашем горьком опыте научитесь с этими техническими задачами справляться, но мы будем считать, что выравнивание уже по щучьему велению у нас есть, и, значит, вот с выравниваниями геномов и генотипов мы будем иметь дело. Замечательно. Значит, первый вопрос обнаружить отрицательный отбор, действие отрицательного очищающего отбора. Это просто. Это просто прежде всего потому, что отрицательного отбора очень много. Он что делает? Он делает две вещи. Очень удобно, это мне Шамиль Рашид Суняев из Гарварда научил рассказывать это таким образом. Что делает отбор с мутацией и на основании этого мы можем понять, как именно действие этого отбора обнаруживать. Что делает отрицательный отбор мутации? Во-первых, он уменьшает вероятность того, что эта мутация зафиксируется популяцией, то есть ее заполнит. Но если отбор сильный, то эта мутация просто равна нулю. Если возник какой-нибудь совсем несчастный мутант, то ясно, что он никогда не заполнит собой популяцией. Но если отбор очень слабый, то все равно мутация может ее проглядеть и она распространится, но вероятность этого уменьшается по сравнению со случаем нейтральности. Значит, уменьшает вероятность фиксации мутации отрицательный отбор и, во-вторых, уменьшает время, которое пройдет до того, как эта мутация из популяции выкинется. Если возникла нейтральная мутация, на какое-то время будет в популяции болтаться, а потом с очень небольшой вероятностью зафиксируется, скорее всего выкинется. А вредная мутация под действием отрицательного отбора выкинется раньше. Значит, снижает вероятность фиксации и уменьшает время до выкидывания. В результате мы ожидаем, что отрицательный отбор приведет к консервации, к меньшим отличиям и большему сходству между разными видами, с одной стороны, и к снижению вот этой самой генетической изменчивости внутри популяции, с которой мы начали. Вот ровно так и смотрят. И можно даже это использовать для того, что называют аннотированием генома, то есть нахождением в нем функционально важных участков экзонов. Знаете, что такое экзоны? И сравниваясь геном человека и геном мыша, и вот видишь, похоже, не похоже, похоже, не похоже, сегменты, которые похожи, это экзоны, а сегменты, которые не похожи, это интероны, потому что на экзоны действует отрицательный отбор и следит, чтобы человек и мышь не разошлись, а на интероны действует гораздо меньше. И то же самое внутрипопуляционная изменчивость, внутри экзонов изменчивость будет меньше в несинемических позициях, чем внутриинтеронов. Так что по сниженной дивергенции между геномами и сниженной изменчивости генотипов внутри популяции мы обнаруживаем отрицательный отбор. На эту тему можно много говорить. Да, единственное, что еще, второй метод, не сводящийся к этому, мы можем не просто говорить об уровне изменчивости, вот два генотипа, два генотипа отличаются там с вероятностью один процент. Это правда, но это не вся правда, потому что из просто вот этого H генетической изменчивости мы не можем получить распределение частот аллелей. И, сказать, это следующая вещь. И есть замечательная теория, так называемая модель бесконечного числа сайтов, которая, вот она красным, экспрактит эту модель бесконечного числа сайтов до нейтральности. Значит, вот такое, значит, вот распределение частот аллелей. Больше всего аллелей с низкими частотами, но, значит, дальше вот какая-то такая картинка. А что мы ожидаем от отрицательного отбора? Он будет увеличивать долю аллелей с низкими частотами. Что мы видим? Это данные для Рубидопсиса, но оно более-менее всегда так выглядит. Для несинемических избыток редких аллелей по сравнению с теоретическим ожиданием для нейтральности большой, но даже для синонимических есть некий избыток. Так что этот избыток не только может объясняться отбором, но, видимо, частично он объясняется отбором. Так что даже синонимические сайты не полностью нейтральны, но не синонимические более нейтральны. Значит, во-первых, сниженная дивергенция между видами и внутри видовая изменчивость, и, во-вторых, избыток редких аллелей. Это два таких характернейших признака действия отрицательного отбора. И, в общем, этого хватает, потому что хорошо это работает, все видят, как действует отрицательный отбор, и все это отлично. Там возникают технические проблемы, избыток редких аллелей может также быть связан с тем, что растет чистость популяции, даже безо всякого отбора, и тут надо шевелить ушами. Но, на уровне идей, два таких подхода. А теперь ужасный и замечательный вопрос об обнаружении положительного отбора, который является, так сказать, предметом очень интересных исследований. Значит, что делает положительный отбор? он в противоположность отрицательному отбору увеличивает вероятность того, что редкая полезная мутация, раз отбор положительный, он любит редкую мутацию, она оказывается полезной, и вероятность того, что эта мутация популяции в конечном счете зафиксируется, растет по сравнению с селективной нейтральностью, а время, которое эта мутация популяции болтается, парадоксальным образом все равно падает. Ну, понятно почему, потому что она быстро-быстро идет к фиксации. Так что в этом месте отрицательный отбор и положительный делают одно и то же, они уменьшают время, в ходе которого мутация популяции полиморфна, но при этом отрицательный отбор также уменьшает вероятность, что она зафиксируется, а положительный увеличивает эту вероятность. Вот, и таким образом мы ожидаем, что различие между геномами положительный отбор будет увеличивать, а изменчивость по-прежнему будет уменьшать. Забегая вперед, а балансирующий отбор будет изменчивость увеличивать, это единственный отбор, который увеличивает изменчивость. Вот, Значит, дальше несколько разных аспектов. Мы можем изучать положительный отбор, который произошел давно. То есть, аллельное замещение уже произошло в популяции. Вот. Ну, проще всего как на это смотреть? Положительный отбор увеличивает скорость эволюции. Значит, если какой-то кусок у меня эволюционирует быстрее, чем нейтральное, то я кричу на этот кусок, на этот сегмент генома действует положительный отбор. Беда в том, что такого практически никогда не бывает. Потому что там, где вообще важна последовательность ДНК, нуклеотидные позиции под положительным отбором перемешаны с позициями под отрицательным отбором. Отрицательного отбора гораздо больше. Так что, если я беру среднюю температуру по больнице, среднюю скорость эволюции, там белка, практически любой белок в среднем эволюционирует медленнее, чем нейтральные вещи. Надо смотреть на отдельные сайты. И тогда мы увидим, ну вот хорошая картинка, это в неком белке, в HIV-1 вирусе, скорость эволюции для разных сайтов. В сравнении с нейтральной, это единица. И есть сайты, которые вообще не эволюционируют, а есть сайты, которые эволюционируют ужасно быстро. Это, так сказать, отпечаток, результат действия положительного отбора. Но беда в том, что это, в общем, некое исключение, потому что вирус ПИДа вообще эволюционирует очень быстро. А если мы, скажем, будем сравнивать белки человека и шимпанзе, мы обнаружим очень огорчительные обстоятельства, что вот такие вот быстро эволюционирующие сайты обнаружатся только для белков спермы. То есть мы от шимпанзе отличаемся вообще не мозгами, а спермы. Это грустно, но тем не менее так. Вот. Ну, там можно много всяких делать ухищрений, пытаться... Да, и потом может оказаться вот, что у вас большая филогения, и на какой-то конкретный участок, на какой-то конкретный нуклеотид действовал положительный отбор вот только в одной веточке, а во всех остальных действовал отрицательный. И если вы все это дело смешаете, вы его не заметите. То есть если воспринимать отрицательный отбор как шум, а положительный как сигнал, то этот шум, сигнал забивают все время. Здесь есть, вы знаете, это знаменитый тест Макдональда Крайтмена, поскольку осталось 10 минут, не буду про него рассказывать, потому что это ровно 10 минут и займет. Можно совсем коротко, если можно требовать, чтобы... Ну, более мягкое условие. Не чтобы эволюция была в каком-то важных сайтах, была быстрее, чем в нейтральных сайтах. Это слишком суровый критерий для того, чтобы кричать положительный отбор. Можно требовать, чтобы отношение... К это скорость эволюции, а H это уровень изменчивости, разнообразие, о котором мы уже говорили. Можно требовать, чтобы отношение скоростей эволюции в важных и нейтральных сайтах было больше не единицы, а просто больше отношения разнообразий важных и нейтральных. Это более мягкие критерии, так называемый тест Макдональда Крайтмена. Говорят, ну вот, его очень часто используют. А есть еще одна идея, которая мне очень нравится, потому что мы ее придумали с Егором Базыкиным, это из нашей статьи. Вот представьте себе, вот это какая-то филогения, и это линия, ведущая к популяции, для которой у меня есть не только данные по геномам, но и данные по изменчивости генотипов. И вот у меня у всех здесь была, там какой-то был аллеля маленькая, там пускай это буква Г, а здесь произошла замена в этой линии, там, не знаю, 20 миллионов лет назад, аллеля маленькая заменился на аллеля большая. Теперь я прихожу в эту популяцию сегодня, будем для определенности говорить, что это, ну, человек или муха, пускай человек. Прихожу в эту популяцию сегодня и смотрю, вот этот аллель А большое, про который я знаю из филогенетических соображений, что он возник только 20 миллионов лет назад, он сегодня нейтрален или он поддерживается отрицательным отбором? И, допустим, я вижу, что у всех людей здесь А большое, там, почти у всех, а других вариантов мало. Значит, этот А большое поддерживается отрицательным отбором. Это что значит? Это значит, если после того, как закончилось аллельное замещение, а новый аллель А большое поддерживается отрицательным отбором, значит, что это аллельное замещение двигалось положительным отбором. Потому что он стал хорошим, но сейчас он частый, и, в смысле, он стал частым, но... И поэтому это отрицательный отбор. Но исходно-то он был редким, тогда это был положительный отбор. Поэтому мы можем, предполагая, что адаптивный ландшафт не менялся, мы можем обнаружить действующий в прошлом положительный отбор по действующему сейчас отрицательному отбору. И это не хитрая идея, всего год назад была опубликована. И получилось замечательно. У мухи-дрозофилы, вот мы подразделяем линию мухи-дрозофилы на разные сегменты, отграниченные ответвлением других мух. И замены, которые произошли в каждом из этих сегментов, все примерно с вероятностью 50% новые аллели сейчас защищены отрицательным отбором. Из чего мы делаем вывод, что примерно половина этих замен были под действием положительного отбора. А у человека, в человеческой линии, замены, которые были сначала до возникновения уже гоминид, до ответвления орангутанга, тоже с большой частотой были под положительным отбором. А замены, происходившие в последние участки линии, после ответвления орангутанга до ответвления шимпанзе и от шимпанзе до современных людей, эти замены нейтральны. Что тоже контраинтуитивно, но этот феномен известен. С момента, когда возникли здоровые обезьяны, эффективность отбора сильно упала, потому что численность популяции меньше. А в маленьких популяциях дариф происходит сильнее, а отбор, соответственно, слабее и менее эффективен. Так что последние 20 миллионов лет эволюции нашей линии, когда мы, собственно, стали людьми с большими мозгами, отбор-то был расслаблен. Это удивительный факт, но это тем не менее так и есть. Вот. Значит, это как мы обнаруживаем положительный отбор, который произошел далеко в прошлом. А теперь как мы обнаруживаем положительный отбор, который произошел совсем недавно. Здесь ключевое понятие selective sweep. Sweep – это когда ты подметаешь пол, как это sweep the floor. Это еще не переведено на русский язык, так и говорят sweep. Ну и сейчас уже все русские слова, какие есть какие слова, там фреш, я увидел там биф, ролл, фреш. Отличные русские слова. Вот вся Москва ими завершена. Но, тем не менее, вот пасется там биф на пастбище, а потом, если его быстро зарезать, то этот биф будет очень фреш. Вот. Значит, поэтому объявляется конкурс на перевод слова sweep на русский язык. Но, поскольку никто пока еще не предложил, я буду говорить sweep, но это, конечно, скотство. Хотя, ну что, скотство? Как будет по-русски кроссеновер? Будет кроссеновер, да? Вот. Значит, соответственно, если кто предложит хорошее слово, ну, выметание, наверное. В общем, когда происходит популяция из-за мены под положительную... Вот полезная мутация возникла, и она быстро-быстро размножается, и все, что по соседству с ней, тоже быстро размножится. То, что подальше успеет отцепиться за счет кроссеновера, то, что близко, размножится. В результате неподалеку от полезной мутации вся изменчивость пропадет. Это ладно, а вот данные Маши Барановой по этим нашим шизикам. Значит, красная – это американская популяция, зеленая – это русская популяция, а фиолетовая – это отличие между американцами и русскими. Вот видите, в этом месте все очень сильно упало. Значит, это вот наша чудовищная изменчивость. 14% в Америке, 10% в России. Но вот в этом месте примерно 25% отличия между континентами. Но в этом месте все упало. Сколько это? 17 тысяч. То есть это кусок всего там шириной нескольких сот нуклеотидов. Это что означает? Видимо, это означает, что совсем недавно здесь произошло аллельное замещение под сильным положительным отбором. Причем этот полезный аллель распространился по обоим континентам. Что вполне возможно, поскольку споры этих шизофилмов летают везде. Вот, значит, такая вот картинка. А вот картинка еще круче. Чуть-чуть лучше было захватить побольше. Но видно, зеленое здесь высокое, здесь все высокое. А здесь зеленое просто ноль. То есть только в России генетическая изменчивость вот в этом вот месте вообще полностью отсутствует. То есть это совсем недавно в русской популяции шизофилома какой-то один полезный мутант зафиксировался. А в Америке ничего такого не было. То есть это замена, которая произошла только на одном континенте. Вот, глядя на такие картинки, мы можем обнаруживать недавно произошедшие замены. Ну и, наконец, мы можем наблюдать замены, которые происходят прямо сейчас. Вот есть люди, которые не могут пить молоко, потому что в нормальную ситуацию у нормального млекопитающего, когда он перестает сосать мамашу, то у него лактаза перестает продуцироваться. Значит, молоко пить он не может взрослый. А произошло у людей две мутации у европейцев и у негр-бантов, которые, значит, коров разводят и те, и те, и, значит, пьют молоко. Произошли мутации, которые сломали регуляторный кусок, ответственный за выключение этого гена. И там, если, значит, если там вы полинезеец, то вы не можете пить молоко, поэтому не выходите замуж за полинезей, потому что ваши дети не смогут есть мороженое. Вот. Значит, но даже в Европе, даже среди русских есть люди, которые молоко пить не могут, взрослые. Но они не помогут, но, в общем, их будет пучать, им будет противно. Вот. И мы можем посмотреть на это место, значит, в Евразии и у негров. Это разные мутации, независимо возникшие, значит, вот в этой позиции нуклеотидной у негров, вот в этой вот у белых. Но мы видим, что в том аллеле, который ответственен, значит, за то, что ты можешь пить молоко, очень большой кусок у всех носителей этого аллеля практически одинаковый. То есть мы видим этот selective sweep, так сказать, вот как он сейчас происходит. Он еще нигде не дошел до конца, потому что корова домашняя там 10 тысяч лет назад царевает. Этот отбор еще не закончился в этом месте. Какое это было? Корова или мутация? Корова. Потому что, вы знаете, на самом деле очень интересный вопрос, но, видимо, корову. Корову можно еще и резать, там, и на ней можно землю пахать, и, в общем, она вообще полезная. Так что я думаю, что, скорее всего, сначала была корова. Давайте эту историю я пропущу. Это историю про обнаружение балансирующего отбора, но совсем коротко. Балансирующий отбор, в отличие от и отрицательного, и положительного, приводит к тому, что у вас изменчивость популяции поддерживается. И здесь смотрят на так называемые трансвидовые полиморфизмы, когда один и тот же полиморфизм присутствует в разных близких видах. И если такая напасть обнаружена, то мы говорим, что это место, наверное, под балансирующим, извините, отбором. Недавно была большая статья про сравнение популяционных изменчивостей человека и шимпанца. И авторы утверждают, что по всему геному пойматов есть 10 кусочков, по меньшей мере, где действовал такой сильный балансирующий отбор, что в результате один и тот же полиморфизм имеет место и у человека, и у шимпанца. По-моему, действует очень мало, а некоторые думают, что действует очень много. Но может быть, таких кусочков больше. В общем, сейчас некоторые выдающиеся теоретики стали снова говорить, что балансирующий отбор, который просто тупо поддерживает изменчивость, что это вещь важная, интересная и положительная. Я не очень в это верю. Вот. Давайте про эпистатический отбор. Я тоже совсем коротко. Эпистаз это когда как это что русскому здорово, то немцу смерть. Это классический пример эпистаза. Когда в зависимости от того, что происходит в других локусах, там вот аллель а большое хорош для русского, а аллель а маленькое хорош для немца. То есть зависимость действия отбора на разные локусы. И вот это вот ТРНК у белого медведя, а буковки, которые показаны красным, это те буковки, которые, если бы они были у человека, то человек бы от этого померл. А белый медведь счастливо живет, и вот то, что у него в норме присутствуют три буквы, которые для человека привели бы к тяжелой метахондриальной болезни, это метахондриальная ТРНК, белому медведю совершенно плевать. Это эпистатический отбор. Мы сравниваем вредные мутации в одном виде с нормой в другом виде. Это явление мы в свое время назвали компенсированными патогенными отклонениями, и оно странным образом очень часто. Вот. Совсем ну, собственно, минуты, еще у меня есть, значит, закончили приотбор изучения размножения. Здесь нужно ввести понятие независимости. Вы знакомы с понятием независимости событий, правильно? Если у меня происходят два события независимых, то вероятность того, что существятся оба события равна произведению вероятности этих событий по отдельности. Вот. И можно ввести такое понятие, это ужасный совершенно термин линкеджи эквилибрам, неравновесие по сцеплению, ну, некая мера отклонения от независимости распределения аллелей в разных локусах. Вот у меня два локуса А и Б, и в каждом есть аллели А и А. И вот это меры отклонения от независимости это в квадратных скобках частота как химия, такие значения мне очень нравятся. Частота генотипа А на частоту А минус вот такой вот. Если независимость, то частота каждого генотипа равна произведению частот входящих в него аллелей, поэтому этот член будет равен вот этому, будет произведение одних и тех же четырех саможидателей. Но может оказаться, что Б большое всегда ходит С большим, а Б маленький всегда ходит С маленьким. Тогда эта штука будет положительной. Вот. и представьте тебе, что у вас популяция бесполая. В бесполой популяции два каких-то локуса, не знаю, близко они или далеко в геноме, потому что они рекомбинации никакой нет. И мы ожидаем одну и ту же степень отклонения от независимости для любых двух локусов, независимо от расстояния между ними. А в половой популяции чем ближе они физически, чем ближе два локуса физически на геноме, тем более зависимо будет распределение число троллерии. И может казаться странным, зачем мне биоинформатика для изучения размножения, посмотри, как они размножаются и все. Но это легко, если это носороги какие-нибудь, да тоже носорог он войдет в джунгли и будет размножаться. Но если это какие-нибудь мелкие противные колораврадки, про колоравраток сто лет длятся спорю, у них есть вообще секс и самцы, но никто не видел никогда. Но может они этим делом занимаются, когда никто не смотрит. Никто этого реально не знает. И поэтому вот такого рода графики, это опять Маша Баранова график, вот это самые меры отклонения от независимости в зависимости от расстояния между локусами в Америке и в России. В Америке она убывает несколько быстрее, в России несколько медленнее, к тому есть интересные причины, но когда там больше 5000 нуклеотидов, то уже все рандомизовано. Распределение аллелей в локусах, между которыми больше 5000 нуклеотидов, уже практически независимые, что показывает, что этот грипп сизофилом размножается половым путем, но мы и так это знаем. А сейчас мы пытаемся секвенировать не один геном гелоидной калавратки, а минимум 10 генотипов из одной популяции и поставить такой же график. И это позволит нам окончательно заключить, она бесполая, тогда этот график будет вот такой вот, плоский. Или, не дай бог, мы увидим такую картинку, иначе она все-таки занимается сексом, когда никто не смотрит. Вот. И самое последнее изучение географической структуры популяции ужасно интересная большая наука времени нету. Мы можем смотреть, вот я взял два генотипа из одного места, собственно, это уже упомянул. Если у вас папа негр, а мама китаянка, то у вас аж будет практически такой же, как если у вас папа негр, и мама негр, или папа китайца, мама китайца, или папа русский, мама русский. То есть у человека вот эта мера географической дифференциация очень маленькая, примерно 10%. А вот, значит, разные морские твари, и вот, пожалуйста, у этой какая-то рыба 13%, у этой 8 тысячных, а у этого почти единица, и у этого почти единица, а у этого почти нисколько. То есть разные популяции очень по-разному географически дифференцированы, их изменить очень по-разному географически дифференцированы, часто непонятно почему. Но, опять-таки, вот таким образом мы можем совершенно неожиданно увидеть, что две похожих рыбы, у одной единая глобальная популяция, а у второй в каждом заливе сидит рыба, значит, сильно не похожая на окружающих. Вот. Ну, наверное, это все. Мы таким образом обозрели, значит, все факторы, опять-таки, мутации, дрейф, отбор, способ размножения и структура, как их можно изучать, глядя на генетику. Я про биоинформатику, про технику говорил очень мало, но все эти сравнения геномов и генотипов, на которых вся эта наука посторонняя, они требуют некой биоинформатической кухни, более-менее понятно какой. Все, спасибо. это все. КОНЕЦ